Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Глава государства Нурсултан Азарбаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Пополняя ряды, помогая народу. Сегодня в Караганде состоялось торжественное принятие в партию Нур-Отан еще девяти граждан. Подведены итоги трехдневного конкурса, посвященного двухсотлетию Татимбета. Прекратить расточительство и заняться легализацией имущества призывал глава государства в своем ежегодном послании к народу Казахстана. Лидер нации посоветовал казахстанским олигархам работать во благо родной страны. Почему бы не вкладывать свои миллионы в казахстанское содержание, отметил Нурсултан Азарбаев. Также президент рассказал о мерах, предпринятых по противодействию кризису. Нынешний кризис не свалился нам на голову неожиданно. В этот раз Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную стратегию, подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Азарбаев. Президент призвался отечественников не бояться этого слова. Кризис не коснется тех, кто придерживается тенге, отметил глава государства. Мы живем на тенге. Хлеб насущный покупаем за тенге. Колбасу и молоко тоже за тенге. Одежду покупаем за тенге. Доллары нужны тем, кто за бугром одевается. Или нужны какие-то импортные товары. За тенге. Хранение денег, депозитов в тенге выгодно, больше процентов. В будущем году нужно открыть более 60 тысяч новых рабочих мест. Оптимистичные задумки будут реализованы путем привлечения зарубежных инвестиций и частного капитала, сказал глава государства. Также, с его слов, казахстанцам нужно делать упор на зеленые технологии. Президент поручил Министерству образования разработать это направление и начать обучение молодежи. Также он отметил, что теперь выпускников школы будут готовить по техническим специальностям бесплатно. А работников в бюджетной сфере ждет повышение зарплаты. С 1 января 2016 года будет повышенная зарплата работникам здравоохранения в среднем на 28%. Образование на 29%. Социальной защиты на 40%. Также в будущем году будет разработан дифференцированный подход к начислению социальных выплат. Просто так от государства получать пособия не должен никто, пояснил глава государства. В будущем году будет обеспечено 25% повышение размеров социальных пособий по инвалидности, утере кормильцы, а также стипендий. С 1 января 2016 года мы индексируем солидарную пенсию с опоряжением уровня инфляции на 2%. Президент назвал 7 шагов по выходу из кризиса. Казахстан создает экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Принята программа Нурлежол. Реализуется план наций 100 конкретных шагов. Устраняются административные барьеры для малого и среднего предпринимательства. Продуманы варианты действий на случай снижения цен на нефть до 20 и до 30 долларов за баррель. Драйверами экономического роста Казахстана становятся новые секторы экономики. Многие обрабатывающие отрасли демонстрируют сегодня рост. Меняется экономическое поведение самих казахстанцев. Если мы это все не будем делать, мы безнадежно отстанем от мирового развития и никакого вхождения в 30 государств нам не видать. Но мы сделаем, как всегда, то, что наметили. Президент поручил отечественным производителям выпускать качественную и недорогую продукцию. С 1 января заработают новые законы, которые призваны реализовать план наций 100 шагов. Сложный этап будет для нас временным. Мы обязательно победим. Мы выведем Казахстан на новые рубежи развития. Такими словами закончил свое выступление Нурсултан Назарбаев. Аймамрина Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Карагандинцы с оптимизмом отзываются о послании президента. Нурсултан Назарбаев в очередной раз четко и ясно разъяснил ситуацию в стране и мире и призвал казахстанцев не бояться кризиса. Первый заместитель председателя областного филиала партии Нур-Утан Кадиша Успанова назвала послание историческим. Она отметила, что это обращение прозвучало в нужное время. Сейчас народ страны как никогда нуждается в разъяснении конкретных шагов, способствующих выходу из кризиса. Слова лидера нации вселяют уверенность в завтрашний день и наставляют шагать в ногу со временем. Еще раз президент нам напомнил, что кризисы были в течение многих лет и эти кризисы мы переживали. Но не только переживали, и у кризиса есть отрицательная сторона и положительная, что во время кризиса начинает развитие и производство, начинает развитие культуры, других отраслей, не только экономики, но и политики, то есть есть положительные стороны. Карагандинские полицейские начали обсуждение нового послания, которое глава государства адресовал народу Казахстана сегодня. Знаменательные события «Блюстители порядка» решили связать с празднованием Дня первого президента. Отличившиеся сотрудники правоохранительной системы получили медали, нагрудные знаки и благодарственные письма от министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. Награды за подписью генерал-полковника вручали в ДВД области в преддверии Дня первого президента. На торжественном собрании побывали и наши корреспонденты. Празднование Дня первого президента началось с просмотра послания, которое транслировали в прямом эфире. Зал Департамента внутренних дел был заполнен сотрудниками в парадных формах. Полицейские внимательно слушали слова лидера нации. После полученных наставлений их поздравил начальник ДВД Миргембай Жаппаров. Празднование Дня первого президента республики Казахстан способствует духовному единению народов вокруг ценностей, независимости, укреплению чувства казахстанского патриотизма, личной причастности к происходящим стороне событиям и ответственность за судьбу Родины. Одним из награжденных стал начальник Юго-Восточного отдела полиции Амангельде Курманов. Полковник полиции получил медаль за вклад в охрану общественного порядка. Со слов награжденного, в эту службу он пришел в 90-е годы. Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска. За годы службы повидал всякое, однако никогда не усомнился в правильности сделанного некогда выбора. Хочу выразить свою благодарность за оказанную честь, достоинство. Всех казахстанцев хочу поздравить с праздником Дня первого президента и выразить свои заверения о том, что мы будем всегда служить на благо Республики Казахстан нашего народа. Медаль и денежное поощрение в виде 500 тысяч тенге получил от лица ДВД области и Биембет Канжанов. Молодой помощник участкового недавно прославил Карагандинский регион, став чемпионом мира по самбо. Хочу выразить благодарность своим коллегам и нашему руководству за почет и уважение, оказанное мне. Обещаю с честью служить Родине. Хочу достичь высоких вершин и стать генералом. Около ста полицейским была объявлена благодарность от имени начальника ДВД области. Десять человек получили различные награды за подписью министра внутренних дел. Организаторы торжественного собрания призвали сотрудников правоохранительной системы верой и правдой служить государству. Обещали, что каждый отличившийся из них не останется без внимания. Аймам Ринаул Жасгабасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Пополняя ряды, помогая народу. Сегодня в Караганде состоялось торжественное принятие в партию Нур-Отан еще девяти граждан. А также нур-Отановцы открыли сезон помощи населению. Обо всем подробнее вы узнаете в следующем сюжете. Все проблемы решаемы с партии Нур-Отан. Партийцы сегодня с самого утра приняли карагандинцев, рассматривая наболевшие вопросы и стараясь решить проблемы. С каждым годом число обращений растет. Сейчас вопросы невыплаты пенсии и заработной платы отошли на второй план. Больше всего карагандинцев интересует проблема трудоустройства. Мы принимаем решение. То есть те вопросы, которые нужно, можно будет решить, допустим, есть правового характера вопросы, то есть там, где не решаются исполнительные органы, у нас обязательно в общественной приемной проводят прием не только председатели филиалов, это Акимы городов и районов, но и Аким области у нас раз в квартал прием проводят. Кроме того, у нас руководители управления и заместители Акимов городов, районов и области прием проводят. И уполномоченный орган, то есть те вопросы, которые, допустим, не решались, мы совместно с ними отрабатываем. Плюс у нас обязательно идет прием депутатов разных уровней. Как говорят партийцы, есть ряд вопросов юридического и судебного характера. В таких случаях каждый гражданин имеет право отправить письмо в вышестоящий орган. Есть случаи, когда с проблемами обращались повторно. Она вот резиново повернула, мне вот эту резиновую часть машины, она провела. А как ее фамилию? Можете ее сказать? Беру под личный контроль, был не его полностью, все действия какие шли. Сегодня в стенах карагандинского областного филиала партии Нуратан состоялось торжественное событие. Стало традиционным в день первого президента республики Казахстан проводить приемы в ряды партии Нуратан. Приемы проводились во всех городах и областях республики. Только по Карагандинской области число вступивших насчитывает уже 120 человек. Молодым нуратановцам вручали партийные билеты и памятные книги. Каждый гражданин вправе вносить свой вклад в развитие Казахстана. Вот и сегодня, пополняя ряды партий, каждый вступивший уверен, что внесет свой, пусть и маленький, но значимый вклад в процветание страны. Сегодня я хотела и сегодня вступила в партию Нуратан. Главная цель этой партии – это процветание нашего государства, справедливая забота о каждом гражданине Казахстана. Конечно, это нам близко. И я бы хотела желать огромного сегодня вступившим, оказывается, нас 98 тысяч в Карагандинской области, и кто сегодня вступил в партию, пополнил наши ряды. Большое спасибо первичной нашей организации в лице Алма Гульбиктуровой. Недавно вступившие в Нуратан призывают горожан не закрывать глаза на чужие проблемы. Ведь за каждым казахстанцем стоит большая ответственность за будущее нашей страны. Асель Созамбаева и Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В преддверии праздника дня первого президента Республики Казахстан проходит много значимых мероприятий. Большое внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. Исполняющий обязанности Акима Карагандинской области Аселбек Дюсибаев от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил ветеранов войны. Текущий 2015 год ознаменован значимыми юбилейными датами. Одной из главных дат можно назвать 70-летие Великой Победы. Ведь если бы не это событие, то возможно в этом году не было бы и таких праздников, как 20-летие Конституции, 20-летие Ассамблеи народов Казахстана и других. В честь Дня первого президента Аселбек Дюсибаев поздравил уважаемых ветеранов и вручил цветы и подарки. День первого президента сейчас уже народ действительно ждет, как очередной большой праздник. Имя нашего президента связано непосредственно с развитием нашей республики. Я тоже радуюсь, воспринимаю, как большой праздник. Караганда знакомит жителей с неизученной стороной биографии Великого Кюйши Таттимбета Казангапула. В шахтерской столице прошел круглый стол, посвященный нераскрытым талантам мастера чертпеки. Круглый стол, посвященный 200-летию Таттимбета Казангапула, собрал в шахтерской столице известных деятелей искусства и науки. Они рассказывали факты о рождении композитора, чертах характера Таттимбета и истории происхождения его произведений. Подробно биографию именинника написал Токен Алимкулов в книге Саржаэляу. Однако исследователям есть еще над чем поработать. Великий Таттимбет родился именно в этом регионе. Его вклад в развитие культуры казахского народа неоценим. Мы должны тщательно исследовать его жизнь. Наверняка у композитора еще много неизвестных шедевров. В музыкальных произведениях Таттимбета заложен национальный колорит и вся сущность казахов. Его кьюи успел передать подрастающему поколению только Нургысат Линдиев. Именно поэтому, считают ученые, его творения не так известны за рубежом. Нам нужна пресса, которая будет публиковать и печатать известные произведения казахстанских композиторов. Новое издание должно вещать на трех языках. Только тогда мы сможем гордо доказать всему миру, что произведения Таттимбета достойны славы. Также собравшиеся отметили необходимость возрождения забытых и неизвестных композиций народной музыки. Ведь представить сцену без нее невозможно. В стенах областного драматического театра имени Сакена Сейфулина подвелись итоги трехдневного марафона, посвященного 200-летию Таттимбета Казангапулу. Среди конкурсантов были отобраны самые уникальные выступления. Награждение участников завершилось большим галоконцертом. В конкурсе, посвященном 200-летию Таттимбета, приняли участие 61 конкурсант. Три дня подряд талантливые кюши демонстрировали свое мастерство на дамбре, кобызе и на колкобызе. Молодые дарования доказали, что интерес нынешнего поколения к творчеству Таттимбета очень велик. Концерковь у нас в прошлом посвященный Таттимбету, Жизкальганской филармонии, театрам. Также в Шведском районе у нас были проведены конкурсы по дамбре. Также в самодеятельном театре был поставлен спектакль о Таттимбете. В Харкараве пришел конкурс. Ну и в течение года во всех наших областных и по области 327 библиотек у нас, во всех них прошли все круглые столы. Победительница конкурса «Мал Магауя» уроженка Актагайского района. Является студенткой четвертого курса колледжа искусств имени Таттимбета. Занимается народной музыкой с третьего класса. За три дня конкурса «Мал» исполнила 12 киев. Со слов самой участницы, конкурс для нее стал основным шагом в начале ее творческого пути. Я к этому конкурсу готовилась три месяца. Огромное спасибо моему преподавателю. Думаю, что выступила достойно. В будущем хочу совершенствовать свое мастерство и дальше. За три дня конкурса зрители и гости шахтерской столицы смогли насладиться народной музыкой и многими элементами шерпикия. У молодых талантов, которые подарили такой праздник карагандинцам, остались яркие впечатления. Они получили новый эмоциональный заряд для достижения следующих творческих высот. Гульза Ацахова, Исламбекуст, пан Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Командующий войсками регионального командования Астана откликнулся на просьбу внука-труженика тыла. В обращении заботливый внук попросил поздравить свою бабушку, ветерана труда, с юбилеем. Зибагуль Баймирандбековой в этом году исполнилось 90 лет. Зибагуль Баймирандбекова родилась в 1925 году в Паводарской области. В 16 лет она переехала в Бурятию в город Улан-Удэ. Годы войны Зибагуль Баймирандбекова помнит и до сих пор. Она работала на военном заводе, изготавливала снаряды и гельзы для легендарной «Катюши». Трудовая деятельность длилась до Великой Победы. В 1945 году молодая Зибагуль вышла замуж за героя Великой Отечественной войны и переехала в Оренбург. Прожила счастливо в браке 30 лет. Когда супруга не стала, она вместе с детьми переехала в Карагандинскую область и до пенсии проработала на почте. Гельзы делала по 400-500 тысяч штук, а я делала 800 тысяч, 900 тысяч, 460 тысяч делала. И сама сушила, сама убирала из-за них, и сама собирала их. Тогда они сказали, вот молодец, первую казачку увидим, говорит, такую шустро-быстроход. Вот я и там после войны только домой вернулся. Для именинницы родственники устроили настоящий праздник. Поздравить Зибагуль Бамиранбекову приехали старые друзья, соседи, родственники из России. Именинница гордится тем, что у нее есть 10 детей, 30 внуков и 46 правнуков. В 1993 году она переезжает в Караганду к детям. Живет сейчас с внуками. У нее 10 детей, она мать-героиня, имеет медали. 30 внуков, 46 правнуков. Издалека у нее приехали дети, с Оренбурга, с Алматы приехали дети. Поздравить маму. Поздравить ветерана труда с юбилеем приехали военнослужащие Карагандинского гарнизона и оркестр, который исполнил композиции времен войны. Военнослужащие вручили подарок и сказали слова благодарности ветерану. Дальновидные политики президента страны, верховного главнокомандующего, Нарсен Апиша Назарбаев, руководство Министерства обороны делает очень много. И сегодня же нашим ветеранам уделяется очень большое внимание. В этом году мы отметили, как я сказал, уже 70-летие победы Великой Отечественной войны. Зимогульба Миранбекова была искренне благодарна всем собравшимся. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Почта Казахстана внесла новшества во вслуживание клиентов. Благодаря инновациям работа сотрудников стала менее затруднительной. Быстрые победы – так и назвали новшества разработчики идеи. Победы быстрые, потому что разработаны и реализованы в течение одного года. К примеру, такое новшество, как гибридная электронная почта, иными словами, просто ГЭП. Данный вид услуги позволяет пользователям обмениваться сообщениями или документами, присылаемыми на отдельных этапах в электронном виде. Основное удобство программы заключается в том, что клиенты избавляются от необходимости самостоятельно печатать и конвертировать документы. Новшество уже полным ходом нашло применение в таких организациях, как Верховный суд Республики Казахстан, партия Нур-Утан, Генеральная прокуратура и многие другие государственные органы. Теперь этот вид услуги доступен всем желающим. В организациях сокращаются канцелярские расходы и рабочее время сотрудников. Второе место заняла услуга – СМС-уведомление. Данный сервис позволяет ограничить риск возникновения схем мошенников. За данный период, с момента внедрения СМС-уведомлений, клиентам было доведено около 5 миллионов уведомлений. Вы знаете, что сейчас при получении СМС-уведомления внедрено по трем направлениям. Первое – это при получении регистрированных почтовых отправлений, клиенту при получении он получает на телефон СМС, что ему поступило такое-то почтовое отправление. Также у нас СМС-уведомления при поступлении денег на счет и при движении со счета есть. Казпочта идет в ногу со временем и работает на благо казахстанцев. Идея Менгелем Менгелек-Ель является основой сохранения стабильности и общественного согласия в стране. В рамках празднования 20-летия Ассамблеи народа Казахстана в областном историко-краеведческом музее прошел круглый стол. Члены Ассамблеи нашей области обсудили ключевые стороны идеи Менгелек-Ель. Тему продолжит наш корреспондент. Свежий воздух, палатки, песни под гитару, никакого фастфуда и только природа. Школьники рассказали, как они проводят время в походах. Айджанова Айгерим занимается туризмом один год. Ребята учатся вязать узлы, переходить переправу. Как говорит Айгерим, благодаря туризму можно познать много нового. Мы уезжали в Корнеевку, уезжали в городские соревнования, в городской парк. Мы встаем. С первого мы идем помогать людям в столовой, чтобы зарабатывать очки. На эти очки потом мы играем в игру. Можно выиграть много вещей. Многие школы города занимаются развитием спортивного туризма. На базе общеобразовательной школы номер 58 прошел областной слет юных туристов. Некоторые ребята уже общались во время походов, а другие только познакомились и сразу нашли общие темы для разговоров. Сегодня такое необычное мероприятие. Это итог работы в области по развитию детско-юношеского туризма. Мы впервые с областным управлением образования проводим вечер туристов, учащихся школ и колледжей. Это впервые в нашей истории. На протяжении многих лет ученики школы номер 58 занимаются изучением краеведения и основ туризма. С помощью таких выездов на природу школьники имеют возможность отвлечься от городской суеты и окунуться в мир флоры и фауны. В нашей школе действует туристический клуб. Гордейка Николай Михайлович возглавляет его, который сегодня тоже будет представлять свою команду на этом мероприятии. Из нашей школы сегодня более 20 человек участвуют в этом слете тоже. Также в нашей школе обучаются дети, чьи родители являются руководителем туристических клубов города. И целая династия туристов тоже обучается в нашей школе. Управление образования Карагандинской области и Акимат города Караганды пропагандируют здоровый образ жизни. Одна из форм – детский туризм. Такого рода выезды развивают в детях чувство самостоятельности и любовь к родному краю. И еще об одном. Слет молодых туристов прошел в Караганде. Ученики школ и колледжей города, увлекающиеся туризмом, получили награды и грамоты за активное участие в походах. Мангеликьель – это путь, к которому мы пришли через долгие года. Добились независимости благодаря нашим предкам. Сегодня надо беречь эту идею вопреки всему. Караганда является крупным многонациональным регионом. На сегодня в области существует около 70 этнокультурных объединений и больше 100 творческих коллективов. В плане нации «100 шагов» по реализации пяти институциональных реформ 85-е и 89-е шаги посвящены идее Мангеликьель. За 20 лет национальная идея стала ключевым звеном в развитии независимого Казахстана. Я представляю это, с одной стороны, как отчет за проведенную работу в течение учебного года, но в то же время, наверное, показать системность, что у нас в области на это выделяют огромное внимание. И я думаю, это надо делать, потому что мы воспитываем поколение, которое будет нести ответственность за эту страну в ближайшие 10-15 лет. На круглом столе члены Ассамблеи народа Казахстана обсуждали реализацию национальной идеи в целом, дали отчет о проделанной работе на сегодняшний день. На встрече собралась большая аудитория студентов города. Участников круглого стола порадовала активность молодежи. Мы пригласили членов Ассамблеи народа Казахстана. В качестве аудитории у нас присутствуют учащиеся колледжа, учащиеся студенты университета Булашак, молодежь из других учебных заведений, а также представители музеев Карагандинской области. Ведь именно на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана протоколом было оговорено, что музеи Казахстана должны полно и четко освещать эту тематику, создавать новые экспозиции, выставочные комплексы, популяризировать и пропагандировать идеи Ассамблеи и идеи Менгалик-Ель. Менгалик-Ель – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 24 года суверенного развития Казахстана созданы главные ценности, которые объединяет всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Эти ценности выдержали испытания времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok